Сибирские тропики Столбики термометров приближаются к рекордным значениям Как спастись от жары? Столбики термометров приближаются к рекордным значениям Заставит ли новый закон о тишине убавить громкость музыки в кафе И кто получит право на послеобеденную сиесту? Мочище просит воды Краны в домах людей пересохли Чиновники во всем винят лето Когда вода вернется? Это что за агрегат? Самогонный аппарат Борьба с продажей домашнего алкоголя выходит на новый уровень Об этом и многом другом в материалах репортеров программы «Новости Новосибирск» Мы работаем в прямом эфире в студии Вадим Муравьев Вечер добрый МЧС по Новосибирской области подняло уровень пожароопасности до наивысшего пятого В связи с установившейся жарой Столбики термометров сегодня показывали до 35 градусов по Цельсию И такая погода простоит еще несколько дней Только в пятницу, 3 июля немного похолодает и пройдут дожди А пока горожане спасаются от зноя всеми возможными способами Самые популярные места у воды Дети и подростки оккупируют городские фонтаны Больше всего школьников собирается на площади Пименова около государственной библиотеки Студенты и люди постарше выбирают пляжный отдых Специалисты разрешили наконец купаться в Аби И теперь прибрежная зона с утра до вечера Несмотря на будний день полна отдыхающих Кто не может не ходить на работу Спасаются традиционными прохладительными напитками и мороженым Спрос на которое в последние дни вырос в разы С утра мы делаем заявку Потом делаем дополнительную заявку И на утро привозят два заказа Потому что жарко, хочется охладиться От сладкого сока и всего пить хочется А мороженое удаляет жажду Жара прибавила работы и медикам Врачи рекомендуют одеваться по погоде Обязательно носить головные уборы И не находиться долго под прямыми солнечными лучами В противном случае можно пострадать От солнечного или теплового удара Только за последний месяц было госпитализировано почти два десятка человек с таким диагнозом Страдают те пациенты, у которых исходная изменена теплорегуляция А именно это маленькие дети, это пожилые люди Это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая гипертоническую болезнь Губернатор сегодня подтвердил, что в здании бывшей 168-й медсанчасти В советском районе появится многофункциональный центр Где можно будет получить весь спектр государственных услуг Кроме, разумеется, медицинских Для этого придется потесниться двум исследовательским институтам И частной поликлинике Последнюю настойчиво требуют сохранить местные жители Владимир Городецкий рассказал, что здание перешло в муниципальную собственность два года назад За это время помещение сдали под частную врачебную практику И вскоре, когда истекут сроки договоров, аренды медикам придется искать новое место для работы Однако на качество и доступность медицинских услуг для жителей Академгородка Это никак не повлияет, заверил чиновник Наши площади, эти площади сдаются в аренду в основном под медицинские направления Это прежде всего по оказанию услуг, ну платные все эти указания, платные услуги Поэтому видим, что там можно квадратов 300-350 выделить для размещения функционального центра Жители домов по улице Выборной пытаются добиться спокойствия Жить не дает летнее кафе, которое устраивает дискотеки прямо под открытыми окнами Как заставить предпринимателей считаться с интересами людей, которые после рабочего дня хотят отдыхать? К звукам музыки и требованиям горожан прислушался Павел Тюнов Такие концерты жители улицы Выборной вынуждены слушать каждый день Прямо под окнами ресторан на свежем воздухе с живой музыкой Но эта культурная программа жильцам соседних домов не по душе Примерно с 6-7 часов вечера ужасный шум, дискотеки, пение голосовое Примерно часов до 11 все это продолжает, конечно, мешает нам отдыхать после работы Не спится ни детям, ни пенсионерам. Люди много раз интересовались. Нельзя ли потише? Неоднократно я звонила в администрацию парка, кафе, где просила войти в ситуацию и сделать музыку потише На что были ежедневно получены ответы, что мы работаем до 10 часов вечера. Это разрешено по законодательству Владельцы ресторана «Людовик» делают вид, что не понимают, о чем идет речь. Ведь формально административный кодекс не нарушен Если кого-то не устраивает, можно заказать проверку, замерить нормы шума. Ну и вообще, жалоб как таковых. Именно в ресторан никто не звонит, не жалуется Люди попытались приструнить коммерсантов через администрацию Октябрьского района, но в мэрии говорят, надо сразу идти в Роспотребнадзор Если заведение стоит на частной земле, чиновники бессильны По санитарным нормам уровень шума на улице не должен превышать 70 дБ. Так, например, звучит громкий разговор или смех, который человек слышит на расстоянии в один метр Летние дискотеки гораздо громче и зачастую даже своим посетителям не дают услышать друг друга Для нарушителей предусмотрены штрафы, однако это в теории. На практике дело порой обстоит иначе В этом доме на улице Гоголя люди вынуждены жить под грохот мощных кондиционеров, охлаждающих помещение Сбербанка Обращение в Роспотребнадзор не помогло. Специалисты, замеряющие уровень шума, так и не приехали Ну вот эти вот здорово вообще гудят, когда работают. Никто ничего не приезжал, бесполезно Я уже говорил, что надо в прокуратуру еще писать письмо Между тем, законодатели продлили время тишины в Новосибирске. Теперь шуметь нельзя не только ночью, но и в обеденное время Теперь у нас с 13 до 15 тоже шуметь нельзя. Там прописаны определенные штрафы Он через 10 дней вступит в силу этот закон Новосибирской области Два тихих часа депутаты отвели для дневного отдыха маленьких детей и пенсионеров И режим обязаны соблюдать не только жители многоквартирных домов, но и коммерсанты, устроившие свой бизнес в этих зданиях Павел Теунов, Дмитрий Кабанов, новости РНТВ, Новосибирск На новосибирских дорогах заканчивают наносить разметку Примечательно, что заканчивают во второй раз за сезон И похоже, что не в последний. Краска почему-то стирается довольно быстро В этом убедился Кирилл Полиенко Метр за метром дорожные рабочие наносят белую краску на серый асфальт Тут не до художеств. Какой-нибудь несерьезный смайлик рисовать отказываются напрочь Тяжело. Давление большое. Краска же под давлением идет Вот британские дорожники без трафарета, с помощью одной рейки и без всяких технических приспособлений Демонстрируют высший малярный пилотаж Рисуют как по линейке В Новосибирске раньше случались и конфузы, но в этом сезоне совсем уж кривых линий замечено не было Зато красят. Второй раз в этом году Разметку этим летом пришлось заново рисовать и на каждой третьей улице Мы по объектам обновили к дню города на 42 улицах В основном это те улицы, где дорожную разметку начали наносить в апреле-май месяц Вообще ранней весной наносить разметку по ГОСТу не положено Надо, чтобы температура была хотя бы градусов 15 тепла Дорожники объясняют, нарушают сознательно Иначе 8 месяцев в году вообще никакой разметки не будет Да, это работа так же, как ямочный ремонт В апреле, когда мы на сырое основание забиваем около 50-80-100 тонн Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения По ГОСТу еще не положено, но по социальной значимости вопроса Мы эти работы ведем Каждая ровная белая линия действительно может сохранить здоровье И продлить жизнь десяткам автомобилистов и пешеходов Наличие разметки, как по данным организации, которая проводит исследования в области безопасности дорожного движения Влияет на безопасность дорожного движения, то есть ведет к снижению на 10-15% Особенно в зонах пешеходных переходов Водители уверены, разметка быстро стирается от того, что наносят ее тончайшим слоем Дорожники в ответ обвиняют самих автолюбителей Многие люди со старта резко начинают двигаться Многие люди еще ездят на шипах Через несколько дней разметочные бригады уйдут на каникулы Но отпуск длинным не получится Разметку осталось нарисовать на двух десятках улиц Сопродержаться она должна до конца августа Тогда белые линии обновят последний раз в этом сезоне Перед началом учебного года и перед зимой Кирилл Полиенко, Константин Стремаусов Новости РЕН-ТВ, Новосибирск Оставайтесь на РЕН-ТВ и вы увидите во второй части программы Мачищенская засуха, куда делась вода из кранов? Депардье наш кандидат Актер собрался избираться в губернаторы И гнать не перегнать За самогоноварение снова предлагают наказывать В трубах воздух вместо воды И за это надо еще и платить В поселке станция Мачищи Настоящая засуха Старые скважины не могут обеспечивать водой весь поселок Напора не хватает Людям приходится дежурить у кранов по ночам О поливе огородов речи уже не идет Не хватает даже на приготовление еды Моя коллега Мария Черешнева, впрочем, сумела отыскать живительную влагу В высыхающем Мачище Мы ставим новую точку на карте проблем Новосибирска В рамках нашего проекта И уберем ее только после того, как вода вернется в дома Поселок, станция Мачище Проблемы с водоснабжением Старые скважины не способны обеспечить все дома А так бы ночью вставать Василию сегодня повезло Есть вода Нужно заполнить все свободные емкости А вот на соседней улице в кранах пусто В поселке станция Мачище Вода такой же дефицит, как в песках Средней Азии Платим за воздух Самое-то интересное Вот воздух дует, а счетчик крутится Понимаете, в чем дело? Фишка-то в чем? Воздух у нас кубы идут Не вода, а воздух Наматывает Жидкость хранят в бутылках, банках, бидонах В кастрюле вода для чая и кофе Поселок растет И старые скважины, которые пробурили еще 30 лет назад Не справляются В зимнее время у нас из 8 скважин работает 4 И воды достаточно в населенный пункт Как только начинается период полива, лето Люди, так скажем, много воды используют И в верхней части населенного пункта Просто вода не доходит У нас нет альтернативного водоисточника Кроме питьевой воды и скважин Так, скважины достаточно Определенное количество воды могут только давать А летнее время, когда наступает засушливое время Приходится жителям поливать огород И они поливают вот этой водой Если бы у нас техническая какая-то вода еще была в мочище Которой можно было поливать огород То проблема была бы решена В этом здании и школа, и детский сад Здесь проблему решили Шланг протянули напрямую из скважины А жителям окрестных домов приходится дежурить у кранов по ночам Я не знаю, почему только ночью Вода идет днем Нифига, вот даже сейчас вот можно открыть А вообще, и все Вообще нет воды Вернее, вода есть Но ходить скоромыслом люди уже отвыкли Все здесь уже давно провели водопроводы на участке А колонки почти по всему поселку За ненадобностью ликвидировали За исключением вот этой и еще нескольких Между прочим, вода льется Отличный напор Но почему-то вокруг нет людей с бидонами и пластиковыми бутылками Недавно здесь прорубили новую скважину Но запустить не могут, нет разрешения А проект по реконструкции всей системы водоснабжения поселка существует Но только на бумаге Мария Черешнева, Дмитрий Кабанов Новости РНТВ, Новосибирск Мы будем следить за ситуацией на станции Мочище Если и вашу проблему не могут решить ни чиновники, ни другие ответственные лица Если вы столкнулись с несправедливостью Звоните нам, и мы расскажем об этом в рамках проекта Карта проблем Новосибирска Неожиданное заявление сделал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть На заседании общественного совета Комментируя планы демократической коалиции Которая на сентябрьских выборах намерена бороться с парламентскими партиями За места в областное законодательное собрание Градоначальник заявил об угрозе Не больше, не меньше оранжевой революции в Новосибирске С точки зрения политических технологий Считается, что здесь развивается ситуация по сценарию подготовки оранжевой революции Ну и мы отвечаем Судя по лозунгам, по фигурантам, которые действуют И почему настолько нормы жестко Жестче, чем в прошлом году поступили с монстрацией Потому что монстрация, она уже в плане В этом сценарии она вписана А тем временем лидеры Омского отделения партии РПР Парнас Заявили о готовности выдвинуть на губернаторский пост Кандидатуру французского актера с русским паспортом Жерара Депардье По сообщениям СМИ, Депардье было отправлено соответствующее письмо приглашения Поскольку он, цитирую Единственный мощный либерал, кому по силам занять кресло главы региона И он сможет вывести область из того состояния, в котором она оказалась в последнее время Конец цитаты Парламентарии Владимирской области предложили ужесточить наказание за производство и продажу самогона Карать предлагают штрафами до 80 тысяч рублей или исправительными работами на год Сейчас штраф составляет от 500 рублей до 2000, плюс конфискация оборудования Авторы инициативы убеждены, что самогоноварение, цитирую документ, приобретает характер национального бедствия Между тем поклонники домашнего алкоголя считают это серьезным и неешевым хобби для настоящих мужчин Лидия Захарова разбиралась, есть ли проблема в Сибири Из каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат Обреносит от друзьям доход Между прочим, круглый год Современный самогонный аппарат далек от этого своего предшественника Стоить он может до 30 тысяч рублей Изготовление алкоголя в домашних условиях сегодня серьезное мужское хобби, считает Дмитрий Грамотник Сам процесс требует времени и внимания И все это не столько ради дешевой водки, сколько ради удовольствия Я сам тоже не любитель крепкого алкоголя И не стал бы его покупать Но изготовить самому мне очень интересно И я это сделал И могу сказать, что да, я фанат приготовления алкоголя в домашних условиях Ну, собственноручно Потому что он отличается заметно по качеству И сам процесс очень увлекателен Поборники трезвости с таким подходом не согласны Это все равно, что тараканы, допустим, сами изготавливают для себя дихлофос Для того, чтобы отравиться и умереть Все речь идет о праве на суицид, по сути дела В Кузбассе, например, за год от отравления алкоголем умерли 700 человек По словам специалистов, все больше тех, кто в погоне за дешевизной Переходит на суррогатную водку В этих напитках обнаруживается ацетальдегид Другие технические спирты И самое главное метанол и теленгликоль Это вещества высоко токсичные, которые очень опасны для здоровья Эксперты считают, проблема в большом количестве нелегальной продукции Половина всего алкоголя в Омской области в тени И производит ее отнюдь не владельцы самогонных аппаратов Дешевое спиртное везут из Казахстана Проблема решения не имеет два пути Либо легальная водка для нищеты должна стоить 50 рублей Это относительно соотношения минимальных зарплат Либо минимальная зарплата должна быть не 5500, как сегодня А хотя бы 1020 Вот это решение проблемы Но такого решения государство принять не сможет Депутаты Владимирской области предлагают увеличить штрафы За незаконное производство и продажу спиртного Сейчас максимум 2000, в новой редакции 80 Тех, у кого денег на штраф нет, законодатели намерены приговаривать к исправительным работам Эта мера, считают трезвенники, поможет любителям крепкого встать на путь исправления Работают, допустим, 2-3 месяца на исправительных работах И ему это вряд ли понравится Он, скорее всего, захочет измениться Изменить свой образ жизни И каким-то другим бизнесом заняться На желание человека выпить, найти алкоголь, это никак не повлияет И это вызовет только, по-моему, плохие последствия в виде отравления, употребления кустарщины и так далее То есть нет С пьянством, с алкоголизмом нужно бороться немножко по-другому Более осмысленно, комплексно Даже если изменения в закон примут, будут ли его соблюдать И у сторонников, и у противников депутатской инициативы по этому поводу большие сомнения Лидия Захарова, Николай Сухарев, Дмитрий Куканас, Алексей Андробаев, Новости РЕН-ТВ, Новосибирск Ну и это еще не все, о чем мы готовы рассказать в прямом эфире в заключительной части программы Смотрите Редкая птица Неужели кудрявые пеликаны больше не прилетят на лето в Сибирь? Апокалипсис начнется в Арктике, предупреждают томские ученые Тысячи глаз в небо глядят Международный день астероида, отметили в Новосибирске Крокодил Данди ищет друзей, а находит Майка Тайсона Привет, я Майк Привет, Майк, я Мик Простые люди в Голливуде Может, вы знаете? Мэл Гибсон Мэл Гибсон Я дважды вытаскивал его из тюрьмы Крокодил Данди в Лос-Анджелесе Сегодня в 20.00 на РЕН-ТВ Колония кудрявых пеликанов в Омской области под угрозой Редкий вид прилетает в регион на Гнездовье уже десятки лет И каждый год дает стабильный прирост потомства Но в этом году птенцов всего 20 Грозит ли пернатым исчезновение И что вообще в холодной Сибири делает южная птица Выяснила Ольга Качкурова Пеликаньи острова Звучит экзотически и по-южному Но на самом деле это озеро Тенис в Крутинском районе Омской области Почти тропические краснокнижные птицы На удивление орнитологам Впервые остановились на Гнездовании здесь В 1980 году И вот уже больше 30 лет У нас в регионе самая северная в мире Колония кудрявого пеликана Все-таки продолжительность лета у нас В нашем регионе, наверное, позволяет Успеть воспитать потомство и поднять его на крыло А основной фактор это наличие В избытке доступных кормов В год взрослый пеликан съедает до 500 килограммов рыбы И в Тенисе ее предостаточно Прилетают редкие птицы в апреле Высиживать и растить потомство Этому птенцу всего месяц Он еще ходит плохо Но пеликаны растут быстро И уже к концу августа он будет хорошо летать К сентябрю вместе с окрепшими птенцами Пеликаны покинут Омскую область Где они зимуют, орнитологи не знают Предполагают, что в Турции Но чтобы выяснить точно, нужен спутниковый мониторинг А это очень дорого Пока птенцов измеряют и просто кольцуют Нет, нет, сюда кольцо ниже На цепку В этом году пересчет юных пеликанов Принес нерадостные вести Прирост птичьего поголовья сократился в разы Снижение произошло в три раза Если в прошлом году мы насчитывали порядка 100 молодых птиц То мы при всем порядка Мы не смогли даже 25 птиц окольцевать Хотя большая часть ушла на воду И снижение значительное произошло Из-за уменьшения площади гнездового биотопа Притаяние льда на озере Сплавины – это плавающие острова Спрессованного водой камыша На которых и гнездятся пеликаны Были частично разрушены Кроме того, дефицитной площади Облюбовал Большой Баклан Пеликану попросту негде вить гнезда Исправить ситуацию попытаются на следующий год На озере оборудуют искусственные острова Орнитологи обещают Омских экзотических птиц Сохранят при любых обстоятельствах Как и популяции других краснокнижных обитателей Тениса Черноголовой чайки, белохвостого орлана И еще одной редкой птице с необычным названием Серощокая поганка Ольга Кочкрова, Виталий Двораковский Новости РНТВ Омск Между тем, томские ученые Предвигают неизбежную катастрофу Которая может грозить вымиранием Большей части человечества А на ликвидацию последствий Потребуется бюджет всех государств планеты Угроза, считают исследователи Таится в Арктике Из-за глобального потепления и таяния ледников В атмосферу выбрасывается огромное количество метана Во время экспедиции, в которой был профессор ТПО Обнаружили почти 500 зон В которых выброс парникового газа наиболее активный Объяснить природу явления ученые не смогли И эти зоны назвали аномальными Сейчас международная группа ученых Пытается спрогнозировать возможный сценарий Развития ситуации Сегодня в мире впервые отмечают день астероида 107 лет назад на Землю упал Тунгусский метеорит До сих пор доподлинно неизвестно Что произошло в тот день на берегу реки Тунгуска В Новосибирске решили не вдаваться в подробности прошлого А рассказать горожанам о сюрпризах Которые космос готов преподнести сегодня Как ликвидировали астрономическую безграмотность Наблюдала Светлана Шуваева День астероида придумали Чтобы напомнить землянам о космической опасности В сутки на нашу планету падает 5-6 тонн метеоритов В основном они очень мелкие Песчинки или даже пылинки Если же с Землей столкнется крупное небесное тело Последствия могут быть трагическими По одной из теорий Именно гигантский метеорит виноват в вымирании динозавров Отследить метеориты очень трудно Это мы можем за планетами наблюдать В телескопы или что-то Метеорит, он относительно космических размеров Он очень мал Но даже если он несколько километров Его невозможно идентифицировать Но и летит с большой скоростью То есть практически вот мгновенно Он раз и упал Успешно противостоять космической угрозе Человечество научилось только в голливудском кино Как надежно защитить Землю от столкновения с астероидом в реальности Ученым еще предстоит придумать Новосибирский планетарий решил начать с популяризации астрономии Может быть кто-то из юных участников сегодняшнего мероприятия Спасет планету от катастрофы Уже есть идеи Ну какой-нибудь такой щит сделать Такой, чтобы метеорит сталкивался об этот щит Заинтересованным слушателям рассказали много интересного Например, Тунгусский метеорит В честь которого сегодня отмечают День астероида Вовсе не метеорит Ученые выдвинули уже 77 гипотез Что же упало в районе подкаменной Тунгуски И до сих пор у них нет единого мнения Теоретически метеориты можно найти и на крышах Новосибирска Но отличить космический камешек от земного непросто Особенно если он не содержит железа Светлана Шуваева, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск Но сейчас время прогноза погоды на предстоящие сутки в городах сибирского региона В Томске, где ученые предрекают глобальную катастрофу 30-32 градуса выше нуля без осадков В Кузбассе, где можно прокатиться на велосипеде губернатора Тулеева до 32 тепла А в Омске, где губернатором хочет стать актер Джерар Депардье до 33 градусов и переменная облачность В Новосибирске, где жара продержится еще несколько дней, плюс 30 по Цельсию, солнечно Сразу после нашего выпуска «Федеральные новости» коллеги расскажут об авиакатастрофе в Индонезии Там военный самолет рухнул на жилые дома По меньшей мере 38 человек погибли и список жертв растет каждую минуту Ну а у нас на этом все Если вы считаете, что о ваших новостях должны узнать все жители сибирского региона Сообщите нам по телефону редакции или пишите на нашу электронную почту Сейчас все контакты на ваших экранах Кстати, мы не уходим в отпуск Программа «Новости Новосибирск» вернется в эфир уже завтра ровно в 19.00 Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова